Сам Владимир Ильич предлагал ему организовать газету для крестьян, а он пошел к добровольцам в Белую армию. Как известно, удача оказалась не на их стороне. Куприну пришлось бежать от победителей за границу. Он провел там долгих 17 лет. Именно провел, а не прожил. Ибо жизнью эти годы можно назвать лишь с натяжкой. Огромная нужда заставляла писателя браться за любую работу. Мадам, купите красного комиссара для увеселения ваших детишек. Его реальная жизнь мало отличалась от той, которую описывал на страницах своего романа «Бег» другой гениальный автор. Куприна можно сравнить с атаманом черноты. Характер такой бурный, взрывной темперамент. Который не мог как раз ужиться именно в этом таком благостном капиталистическом мире Западного. Это русский характер. Михаил Булгаков с такой щемячей тоской писал именно о таких, как Купринский тальцах, бежавших на чужбину от революции. Боже мой, какая нелепость. Почему я здесь сижу? Замолчите, ваше превосходительство. Дайте слушать. Куприн безумно тосковал по родине и однажды не выдержал. «Я готов пойти в Москву пешком», – сказал он. И сел в Париже на поезд, который повез его в советскую столицу. Спустя почти 20 лет разлуки он мчался на родину. «Куда? Зачем мы бежали? Фонари на перронах, чёрные мешки, потом зной. Я хочу опять на Литейной. Я хочу опять увидеть снег. Я хочу всё забыть, как будто ничего не было». Разрешение вернуться домой дал Куприну сам Иосиф Сталин. Ему простилось всё. И его война с красными в белом стане, и былое неприятие новой власти. Талант искупил его грехи перед молодым советским государством. Самое знаменитое произведение Куприна – «Поединок». Оно потрясло русское общество. Психологизм, вот это неравенство. Там в армии, в обществе назревавшие проблемы предреволюционной России, которые уже всем были понятны, но так ярко их никто не отразил. А ещё одно – это «Яма», конечно. «Яма» – это произведение впервые. Вот Куприн коснулся темы публичных домов, проституции. И это потрясло тоже русское общество. Это обсуждали все буквально. Возвращение знаменитых русских писателей было для страны Советов, и особенно для Сталина, важной задачей. Это был один из ярких примеров победы нового строя. Горький приезжает на родину. Горячо и радостно встретила Москва Алексея Максимовича. Мне так кажется, что я в России не был не шесть лет, а по крайней мере двадцать. Отношения этого классика литературы с революцией напоминали роман. Поначалу он был верным союзником социал-демократов. Принял первую русскую революцию, выступал против царского режима, сидел в тюрьме и был в дружеских отношениях с Лениным. А вот октябрьский переворот вызвал у него отвращение. Горький не любил полутонов и открыто критиковал действия большевиков, обвиняя их в захвате власти и терроре. В двадцать первом году писатель покинул страну и к концу двадцатых годов он уже был всемирно известным литератором. Именно тогда и было лично Сталином инициировано решение вернуть Горького на родину. Было бы не ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке. Стране понадобился всемирно известный авторитет с широкими связями. Максим Горький идеально подходил на роль официального певца «Нового мира». И в мае 1933 года Горький вернулся. Власть предоставила ему прекрасный особняк в центре Москвы, выделила дачу за городом, назвала его именем «Нижний Новгород» и «Московский художественный театр». Шлите ваш ужин, завтракать не придется. Автор «Трех толстяков» граф Алексей Толстой тоже, как у Куприн, выступил за белых. И как и Куприн вернулся. И единственный из всех троих возвращенцев прожил долгую советскую жизнь. Ведь Максима Горького не стало через четыре года, Александра Куприна через год. Толстой после возвращения прожил в СССР больше двух десятков плодотворных лет. Алексей Толстой достиг очень серьезного положения в Советской России. И был один из самых знаменитых писателей, любим властью. У него были дома, дачи, прекрасные квартиры и в Ленинграде тогдашнем, и в Москве потом. Это все приснилось. Мы доберемся. Снова упадет снег. И наш следы заметет. Многие из русских писателей, кто оказался за границей, тосковали по родине. А Верченко, Бердяев, Бунин, Набоков так и скончались на чужбине. А Куприн, Горький и Толстой добрались домой. И даже стали классиками не только русской, но и советской литературы.